В Тегеране состоялись переговоры министров иностранных дел Ирана и Армении. КНДР и Южная Корея возобновили работу всех линий связи. Филиппинские дайверы очищают морское дно от пластика. Китайские ученые сделали открытие о жизни динозавров юрского периода. Мастера народных ремесел представили свои изделия на выставке-ярмарке «Жар птица». Переговоры в атмосфере дружбы и взаимного доверия – так оценил официальную встречу со своим иранским коллегой министр иностранных дел Армении Арарат Мирзаян. Диалог на высоком уровне состоялся в Тегеране. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили сотрудничество в сфере экономики, культуры, туризма, а также политическую обстановку в регионе. На пресс-конференции по итогам переговоров глава МИД Исламской Республики Хосей Намир Абдуллахиян подчеркнул, что Армения является, цитата, «добрым соседом Ирана». А также отдельно отметил, что уже определены проекты, которые позволят в короткие сроки запустить движение грузового транспорта между Ираном и Арменией. Мы рассматриваем наши границы с Арменией как границы для взаимодействия и сотрудничества, в том числе с Евразийским экономическим союзом. Ряд СМИ поспешил заявить, что визит министра иностранных дел Армении в Иран состоялся на фоне обострения отношений между Баку и Тегераном. Однако официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде, комментируя визит армянского главы внешнеполитического ведомства, подчеркнул, что страна поддерживает хорошие отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, добавив, что контакты Тегерана с какой-либо страной не угрожают интересам третьих государств. Впервые за два месяца между КНДР и Республикой Корея состоялся телефонный разговор. Государство возобновили работу всех линий связи. Официальный Сеул выразил надежду, что в дальнейшем спадет военная напряженность и вновь продолжатся переговоры между странами. КНДР разорвала горячие линии и даже взорвала здание, в котором находился офис связи в прошлом году. Причиной стало то, что активисты-перебежчики из Северной Кореи неоднократно отправляли с территории южного соседа в родную страну воздушные шары с агитационными листовками против властей. В Пхеньяне восприняли это как враждебное действие всего южнокорейского государства. В конце июля этого года связь возобновили, но с началом совместных военных учений Республики Кореи и Соединенных Штатов Америки в КНДР вновь перестали отвечать на звонки. В конце сентября руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании восстановить разорванные телефонные контакты с югом. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, это один из шагов к восстановлению межстрановых отношений и воцарению прочного мира на корейском полуострове. Каждый раз, когда вы погружаетесь на глубину, вы можете сделать море чище. Так говорят филиппинские дайверы и показывают пример. Они собирают со дна старые пластиковые бутылки, пакеты, подгузники и рыболовные снасти. Мусора очень много. В сезон мусонов его приносят со всех районов страны. Если каждый будет подбирать со дна мусор, это уже не бесполезно. Конечно, перед нами стоит довольно большая задача, но каждый шаг на этом пути важен. Каждый раз, когда вы снимаете с рифа подгузник или пластиковый пакет, вы спасаете коралл. Да, та часть, на которой висел мусор, погибла, но другие его ветви живы, и риф может регенерировать. А доставая со дна рыболовные лески и сети, вы спасаете черепах, которые могут в них запутаться или проглотить их. В отчете за 2021 год, который опубликовало научное издание «Наш мир в данных», говорится, что большая часть пластика попадает в океан с береговых линий и рек. 81% пластмассовых отходов приходится на Азию, причем треть азиатского пластика поступает с Филиппин. Местные активисты стараются привлечь к этой проблеме внимание властей и бизнеса и проводят различные акции по сбору отходов. Китайские ученые выяснили, люфингозавры, травоядные динозавры юрского периода вовсе не были хладнокровными. Исследования недавно найденных окаменелостей двух особей этого вида помогли определить уровень метаболизма древних животных и сделать ряд научных выводов. Теперь мы считаем, что хотя их кровь была не такой теплой, как у современных людей, но все же она была теплой. При этом их скорость обмена веществ тоже не так высока, но намного выше, чем у некоторых обычных рептилий. Поэтому в более широком смысле люфингозавры могут считаться теплокровными животными. Кроме того, палеонтологи умеют определять точный возраст динозавров по тонкому образцу, взятому из найденных останков. Мы можем увидеть, что здесь есть линии, похожие на годичные кольца дерева. У некоторых рептилий рост происходит циклично, и у них формируются такие линии. Посчитав количество линий, мы можем узнать его возраст. Например, сейчас мы можем с уверенностью сказать, что этому динозавру было три года. Люфингозавр – род динозавра, открытый в 1938 году в уезде Луфэн в провинции Юннань в Китае. В дальнейшем в этом месте были найдены более сотни полных скелетов древних животных, относящихся к разным этапам юрского периода. Останки двух новых особей обнаружили в этом году местные жители. После сильных дождей окаменелости вымыло из почвы. Первого современника раннего юрского периода уже отправили на реставрацию в музей динозавров, а части второго скелета палеонтологи еще ищут. В это же время рядом с местом раскопок ученые нашли следы люфингозавра. «Редкий случай, когда удалось обнаружить следы рядом с окаменелостями динозавра. По найденным следам мы можем сделать выводы о поведении люфингозавра, жил ли он группами и быстро ли бегал». За последние годы на территории Китая были найдены и другие виды древних животных, в том числе пернатые динозавры и древние птицы – всего 190 видов. Для ценителей народного творчества и штучного авторского ремесла выставка «Ярмарка жар-птица» – одно из ярких событий осенней Москвы. Ежегодно сюда съезжаются мастера со всей России, представляя народные художественные промыслы и ремесла из более чем 40 регионов страны. «Ко мне это ремесло перешло от моего дедушки, я дальше передаю своему сыну. Это ремесло, унцикульская орнаментальная сочка по дереву, возродилась 250 лет тому назад именно в Аварском селе Унцико, Республика Дагестан». На этой сказочной выставке соединяются традиции и современность. Здесь можно не только увидеть своими глазами предметы, созданные по старинным традициям, но и купить произведения искусства, а можно поучаствовать в мастер-классах и сделать уникальную вещь своими руками. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте.